Добрый день всем от Галины из Анжуйской долины. Давно я не показывала свои инжиры, как-то мне не до этого, но сегодня появилась возможность. Вот посмотрите, контейнерные инжиры. Вот такая урожайность. Смотрите, какие грозди. Это у нас Сантрани, или Сантрани Роуз, или Роуз Трани, как-то так называется. Это от Франческо Лороса. Брэбу я показывала на Фейсбуке, или забыла отставить, уже не помню. Рядом, смотрите, тоже инжир от Франческо Лороса Аугелла. Вот он весь засыпан. Это же основной урожай. То есть, то есть, брэба уже отошла. И всего одна брэба была у Сантрани. У нас в этом году очень холодное лето. Вот сейчас тепло, только пятый день, как пошло тепло. Вот посмотрите, основной урожай Мадлины двухсезонной. Оно у меня долго раскачивалось, чтобы дать урожай. И вот теперь такая красотка. Так что в этом году у меня с запозданием. И развитие брэбы было и с запозданием основной урожая. Потому что нет тепла. И оса Бластафага, кстати, ответ гуру, который не разрешал Бластафаги вылетать после 15 июля. У меня оса еще не вылетела. Сегодня 1 августа. И там плоды еще такие тугие и без глазка на каприфиге. Что вылет еще и недели две не будет, если не больше. Так это у нас Рон де Бордо. Ранний сорт. Но, как видите, до обозревания еще ему очень далеко. Погодные условия. То есть, нет тепла. Идет замедленный рост. Ну и покажу я флоринду. Вот был у меня вопрос, не теряют ли варегатность плоды. Знаете, у меня не было ни одного случая, чтобы был зеленый плод. Ни одного. Вот самое максимум, что есть, так это вот такой вот темненький. Но 2-3 полоски все равно присутствуют. Ну и, как всегда, он засыпан плодами. Сорт очень урожайный. Так, я вот со мной поделились мнением, что, возможно, это Ора Бьянка. Что просто Франческа Лороса переименовала Ора Бьянка с коммерческой целью Баффлоринду. Вы знаете, я не могу этого сказать, утверждать, потому что у меня нет Ора Бьянка. Прямо поэтому мне трудно судить, так это или не так. Вот. Он дает, Флоринда дает Брэбу. Но так как я в прошлом году обрезала все макушки на реализацию, то я не помню, одна или две всего Брэбы были. Я в этом году не показывала видео вообще. Ну и пока я здесь в саду, похвастаюсь, похвастаюсь хурмой. Она вся была засыпана плодами, но очень много, очень много осыпалось. Вот такие вот уже крупненькие плодики. Надеюсь, что хотя бы эти не осыпятся. Вот видите, еще валяется тут, не выбрано. Ну, штук 20, наверное, будет для первого года, я думаю, достаточно. То есть это первый раз, когда я получу хурму свой урожай. Это сорт Хачи. У меня второй сорт Иджиро тоже с плодами, но их поменьше. Вот. И посмотрите, весной я показывала пустынное такое место в своем саду. Пустынное. В том плане, что маленькие саженцы, новинки были. Что творится здесь сейчас? Ой, какие они выбухали. Потому что сыро у нас. У нас дожди были всю-всю середину лета. Дожди, дожди, дожди. Вот. Так что никакого полива ни разу. Вот поверьте мне, в открытом грунте я ни разу не поливала ни один анжир. Говорят, что, мол, урожай не зависит от полива. Если не поливать, то будет меньше урожая. Сейчас покажу вам урожай в открытом грунте. Ну, вот, посмотрите, основной урожай. Закладка урожая. Сколько здесь? Здесь не на сотни будет идти счет. Здесь и счет будет идти на тысячу. Ой, что мне с ним делать? Я в прошлом году не знала, куда девать урожай. В этом году, по-моему, еще больше. Вот. И ни одного полива не было. Вот рядом с ареапширон. Сразу скажу, что бреба с ареапширона мне абсолютно не нравится. Толку, что он двухурожайный? Я всю бребу к козлам отношу, потому что она суховатая и невкусная. Вот, посмотрите, сколько бребы и основного урожая много. То есть у меня даже собаки уже бребу не едят, потому что я их угощаю теми инжирами, которые раскалевала птица, которые вкусные, сочные. Вот. А бребу, абширона они не хотят. И вот с закладкой уже идет основного урожая. Вот видите, бреба. Я даже не выбираю уже. Настолько невкусный у сареапширона бреба. Кто хочет этот сорт, его выращивать можно, но только ради основного урожая. На бребе можно поставить крест. То есть она даже не огурец по вкусу. Огурец хоть сочный. Харди Чикаго давал хорошую бребу у меня и уже засыпан основным урожаем. Вот. И бреба еще кое-где осталась. В общем, одевать некуда. Вот. С этой стороны, посмотрите, мой молоденький садик. Это же все новиночки вот высажены были. Вот. Просто стеной сплошной зеленой встали. Они, конечно, будут сильно резаться по осени. В этом году у меня, к сожалению, не получилось с облеской по весне. Вот. Потому что мы купили недвижимость очередную. И муж очень занят ремонтом, подготовкой к тому, чтобы сдать эту недвижимость в аренду. Ну, очень занят. А мне самой, с моей правой больной ручкой, в общем-то, тяжело. Вот. Еще, несмотря на свою занятость, мы, вот смотрите, увеличили прудик в три раза. Он у нас был на полтора куба, а сейчас на пять. Вот. Вот такой у нас прудик. Рыбкам здесь живется роскошно-раздойно. Ну, и посмотрите, вот Гудорби Карпентрас. Основной урожай. Есеркинг весь уже оборван. Брэба. Великолепная Брэба. Вот этот сорт можно выращивать на Брэбу. Но, но, но не сареапширон. Так. Жантийбьянка давала Брэбу. Брэба неплохая была. Ну, все равно Брэба есть Брэба. Вон там еще висят на высокой ветке несколько Брэб. Ну, и пошел основной урожай. Надо как-то снять, наклонить ветку. Потому что она довольно съедобная. Это Мадлена двухсезонная. Ой, в общем, в общем, в общем, туши свет. Далматика давала много Брэбы. И основной урожай тоже на ней очень много. Так что у меня, наоборот, борьба с урожаем. Куда его девать, не знаю. Сан-Пьер-Бланш тоже давал несколько Брэб. Брэба съедобная по сравнению с сареапшироном. Но по сравнению с десеркингом ею можно пренебречь. Вот первый раз у меня кульнуар. Начинает закладывать. Только начинает закладывать основной урожай. Брэба на нем не было. Вот смотрите, какая малышка. Конечно, она не вызреет. Ну, хоть начал. Но это потому, что в открытом грунте. Поэтому с запозданием. Кстати, вот о потере варегатности листа. Вот посмотрите, жалитайгер. В этом году я не отщипала ни одной ветки от него. Потому что не было зеленых веточек. В прошлом году я удаляла зеленые ветки и ослепляла эти почки. То есть я их замазывала там, где была зеленая ветка удалена. Я замазывала воском. В этом году эти почки не проснулись, а пробудились новые. Вот даже на самой зелененькой. Вот листик, видите, есть желтенький. Вот, то есть потери варегатности нет. То же самое в полисаднике у меня. Жалитайгер, он в этом году не выдал ни одной зеленой веточки. Вот, все веточки пестренькие. Так что у меня борьба будет и с урожаем, и с порезом веток. Потому что невозможно такое загущение. Вот это высокое дерево, это у меня узбекский желтый, высаженный в открытый грунт из контейнера. И оно прямо шикарно здесь. И без полива он себя прекрасно чувствует. Вот это у меня нуар де коромб. Плоды основного урожая. Было несколько бреб. Бреба вкусная. Вот у нуар де коромб бреба вкусная. То есть его выращивать на два урожая можно. Вот, но основной урожай он еще вкуснее, конечно. Вот в открытом грунте это молодой саженец. Он здесь, по-моему, всего второе лето. По-моему, так. Вот, ну хорошо поднялся, вырос. И фонто-трезе. У меня он был поздним сортом. А сейчас в этом году, смотрите, вот основной урожай, несмотря на холодный климат, он у меня будет, видимо, раньше, чем в прошлом году. Контейнер этот 30-литровый. Ну, вот такие дела. Наверное, и все на этом. Буду показывать уже по мере возревания плодов основного урожая. Показывать чаще у меня нет возможности. Вот это у нас грязь делье, основной урожай. Бребы были, но я не уследила, и птицы расклевали. Так что я даже не попробовала. Там, где клюнула птица, я даже не вырезаю это место. Я не ем такие, я отдаю собачкам. Вот. Вырезаю, но отдаю собачкам. Так что в этом году я бребу не попробовала. Хотя он дает вкусную крупную бребу. Спасибо за внимание.